всем привет девчонки вы на канале у ефэнси и сегодня у нас с вами такой теплый и ламповый домашний влог где мы с вами поболтаем поделимся секретиками я хочу с вами поделиться своей собственной историей как я пришла к вязанию как я его полюбила как она поразила мое сердечко мою душу до самой ее глубины это мой коллега вениамин он сегодня поможет мне работать для вас в кадре также я вооружилась теплым чаёчком для максимального комфорта если вдруг кто-то из вас девчонки захочет поделиться своей историей как вы пришли к вязанию как вы его полюбили я буду невероятно счастлива я обожаю читать такие истории они невероятно милые ну просто но мимо пройти невозможно поэтому давайте вооружаемся теплым чаёчком нашим любимым вязанием и пойдемте поболтаем так я хочу начать прям самых самых истоков это был далекий уже 2010 год я училась в школе какой класс я сейчас наверное уже не вспомню но тогда еще были уроки технологии мы на них учились вязать крючком наша задача была связать квадраты мои любимые квадраты крючком и сотворить из этих квадратов такие тапочки не знаю даже как вам объяснить сшиваются просто квадратики и получается такой последничек такие маленькие тапочки сказать что я ненавидела это на уроках технологии от ничего не сказать я просто дичайшим образом не могла терпеть вот это вот занятие на технологии мне нравилось все шить там какие-то фартуки пришивать пуговицы готовить но вязать катастрофически у меня ничего не получалось я терпеть не могла держать эту штуку в руках для того чтобы получить оценку необходимо было связать хотя бы одну тапочку я решила что еле-еле доведу это дело до конца свяжу эту тапку гребаную только ради оценки и все и на этом я поставлю жирнючую точку и никогда в жизни больше не возьму крючок в свои руки я покопалась в архивах повспоминала мне было 13 лет на тот момент вижу я эти тапки сижу дома ну где-то день точно день потому что было светло за окном а мне в подъезд приходит мальчик тогда он жутко наговнячу очень меня обидел вот он приходит ко мне в подъезд и говорит юлька выходим надо поболтать выхожу он там извиняется все такое я выхожу вместе с этим вязанием я параллельно слушаю извинения и вижу эти гребаные тапки крючком он там извиняется бла-бла-бла прошло наверное часа три как я стояла в подъезде вязала эти тапки и слушала извинения и в конце всего этого мне предлагают встречаться в 13 лет девочки предлагают встречаться я такая так мило да конечно я согласна и потом этот мальчик говорит о так красиво получается а тапки были между прочим розового цвета такой свежими эти тапки пожалуйста я так хочу эти тапки и все мое женское сердечко затрепетало я думаю ну ладно я буду вязать вторую тапку я подарю тебе эту тапку на самом деле это ну невероятно мило получилось возможно поэтому вязание отразилось моей душе с таким трепетом с такой детской наивностью детской любовью поэтому мое желание кинуть крючок нахер она куда-то делась с таким воодушевлением вязала эти тапки крючком что ну невероятно я довязала все тапки до конца я их подарила молодой человек оказался безумно счастлив вот такая вот начальная мини история по мне она очень милая вязать с любовью мне понравилось следующий этап моей вязальной жизни это период 2014 2015 ну где-то так плюс-минус я уже закончила школу в 2014 году я поступала в универ это был мой первый курс те периоды я смотрела прям всякие журналы с вязанием по моему называлась бурда там прям еще выкройки были чтобы шить очень много было идей по вязанию я почему-то прям вот смотрела на эти журналы мне так очень нравилось там всякие какие-то необычные штуки вязали какие-то кардиганы какие-то летающие мыши там еще мелькали купальники я такая купальник крючком очень тогда загорелась мне почему-то очень это нравилось те времена уже появился интернет и я была таким продвинутым юзером я начала копаться в интернете искать такое купальник крючком какие-то вещи тунички крючком такая думаю боже мой я буду самой стильной девчонкой в своем селе вообще я тогда не сразу задумалась что можно это все связать я просто увидела что это модно искала что-то похожее в магазинах но ничего не находила а даже если находила это стоило очень дорого для студентки я себе позволить не могла поэтому я такая я же вязала когда-то тапки боже мой я полазила в шкафах у мамы нашла какую-то пряжу я тогда даже не знала какой там состав что это вообще какие вязать нашла у нее какой-то крючок и решила что я свяжу себе купальник что я буду модненькая пойду такая на волгу к себе такая вязаный купальник вокруг такие папарацци я такая прикрываюсь шляпой в таком духе все это вязала я в общаге я связала себе наверное лифа 3 точно один из первых был черно-белый такой в полосочку такой же я связала свои подруги в общаге я была супер мега довольная в дальнейшем я эти лифы даже по заграницам повозила такая на фотках была самая модная чекуля и на волге и на морях примерно в этот же период я решила что хочу овладеть спицами я также у мамы в шкафу нашла какие-то спицки железяки еще понятия не имела какие спицы бывают просто нашла палки обычные палки даже без наконечников просто железные палки обратилась к моему любимому ютубом за видео как там чё научиться вы бы знали как я тогда я не знаю что я только не делала я просто психовала материлась я наверное что только глаза себе этими спицы не выколола просто на тот момент я испытала чувство дожавю как тогда с первым разом когда вязала крючком на уроках технологии я сказала что я никогда не буду я просто их настолько далеко закинула что не знаю сколько лет подряд я не возвращалась вот на самом деле вот первый раз у меня просто не получилось не нашла никакой мотивации продолжить учиться освоить этот навык я просто психанула плюнула и выкинула к слову забегая вперед я только в декабре 2022 года научилась вязать спицами я осознанно к этому подошла и сказала я хочу но об этом попозже давайте все-таки соблюдать хронологический порядок следующий период это 2016 2017 год вот я продолжала вязать купальники по мастер-классам ютуба помню такой момент я сижу дома вяжу купальник из фиолетовой пряжи по-прежнему не знаю из чего это пряжа какой состав просто вязала то что нашла у мамки в шкафу вяжу такая лиф залетает моя сестра такая ха 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 ты чё творишь и такая вижу себе лифчик чуть что необычного мы с ней тогда так нахохотались над тем что я как бабуля сижу дома не выхожу гулять сижу вижу какой-то лифчик она это все сфоткала отправила своему другу такая смотри моя сестра вяжет в ответ этот друг присылает такую фотку с кольцом такой женюсь я такая ничего себе полезное дело я себе выбрала вот это да вот это я женщина конечно вот это я рукастая ой к слову спустя лет пять-шесть на мне так никто и не женился девчонки поэтому обман ну в локня моей личной жизни а все-таки вязание вот поэтому был тоже такой период моей жизни да следующий период это 2019 год в этот год я ударилась в творчество иного рода я модель на ходила по всяким конкурсам красоты в каких-то движуха все время участвовала съемки показы и все вот такое прочее ну чё девчонка молодая выросла я такая уже красивая хочу показать себя этому миру вязать я повязывала но достаточно редко как раз таки в тот период я участвовала в конкурсе красоты и как раз таки для творческого номера в этом конкурсе красоты я придумала что свяжу коллекцию губальников вязаных и покажу такой прям показ на сцене найду модели которые это все красивенько покажут и прям устроить целый показ мод на сцене в своем творческом номере но из-за моего плотного графика эту идею я короче так и не реализовала было очень грустно и печально я лишь связала моему три лифа свозила их в турцию отфоткала их там от села для видео визитки показать что я человек творческий я вижу вот кусочек сейчас вам вставлю вы посмотрите вечерами превращаюсь бабу и создаю мягкую вязаную к слову конкурс красоты я выиграла корону получила но реализовать идею с показом вязаных купальников я так и не реализовала хотя идея очень классная на самом деле если сейчас задуматься я бы очень хотела чтобы был показ моих вязаных вещах очень следующий этап это 2020 год ковидный год летом этого года я чё так не делала у меня есть сестра зовут ее настя и мы с ней все лето где-то лазили по каким-то кустам по каким-то холмам спускались куда-то поднимались что-то все время фотографировали зачем да есть мы знали зачем просто для контента для своих соц сетей все у меня другого объяснения просто нету она девчонка творческая я видать тоже творческая вот мы на творческой волне сошлись как-то раз она мне такая говорит юль хочу снять видос как я разрисовываю одежду она рисует по одежде там всякие косплей кастома я не знаю как это называется но в общем очень круто она это делает мы с ней сняли ей видосик про ее вам путь становления как художника вот чтобы она открыла свою страничку и начала свой путь художника тогда она меня нереально вдохновила и я решила что я хочу себе точно такой же видос снять про вязание у меня были вязаные купальники ей тогда дарила купальник и у меня было полно вязаных купальников и такая настя давай-ка мне алла верды и мы с ней пошли снимать видосик для моего вязания в тот момент я принимаю решение больше не трусить и прям взять и сделать и 7 сентября в свой день рождения 2020 года я создаю страничку в инстаграм заливаю туда видео с нашими купальниками и все и открываю свой вязальный путь так и началось мое увлекательное путешествие тогда я называлась не уефэнси как сейчас я называлась брофэнси потому что я специализировалась на купальниках я очень тогда ими горела не было совершенно все равно что я открываю страничку в сентябре грядет холодный период я очень хотела начать я решила что я не буду ждать еще полгода до лета я хочу сделать это прямо сейчас собственно сделала поэтому я считаю что на этот смелый шаг меня прямиком сподвигла моя сестра кстати отличная проверка смотрят ли мои родственники мои влоги видосы на ютубе вот сейчас проверим услышит ли она это я считаю что моя сестра очень творческая сейчас она в поиске себя она начала вязать сумки из бусин мне нереально нравится творчество мне очень нравится канада делает она начинает снимать на youtube везде выкладывать свои видео меня очень зажигает поэтому когда-то меня вдохновила она сейчас возможно я смогу вдохновить ее когда она посмотрит на мой путь чего я уже сейчас добилась и вдохновиться сама я желаю тебе большой удачи люблю тебя далее период настоящего времени я уже плотно подсела на это дел и вижу уже три года непрерывно развивая свою страничку позволила себе начать вязать на заказ заказов поначалу было естественно не так много какие-то периоды их было очень много что приходилось даже ловить выгорание в общем-то на моем пути было очень много всего были и взлеты и падения было много слез были такие топанье ножкой я очень благодарна что я по сей день продолжаю трудиться и не сдаюсь не опускаю руки потому что я еще не добилась того чего хочу от чего я хочу я мечтаю создать свой вязанный бренд изделия ручной работы мечтаю создать сайт где будет мой интернет магазинчик где можно купить мои вещи эксклюзивные вещи где будут также собраны все 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 мои мастер-классы которые я написала кстати о мастер-классах на youtube я пришла в конце марта 2023 года всего лишь совсем недавно я пришла к вам я очень долго боялась что мне недостаточно опыта чтобы писать мастер-класс чтобы учить каких-то людей вязать мне казалось что я всегда делаю не так недостаточно идеально недостаточно хорошо просто не могла себе позволить кого-то обучать но я дико 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 мечтала писать мастер-класс снимать видео уроки обучать людей очень сильно мечтала и вот в марте в конце марта я решила что ну хорош трусить вот пока ты трусишься другие снимают и развиваются кто мне мешает взяла сняла и пошла вот я так и сделал я просто следовала за своей мечтой своей душой потому что я очень сильно этого хотела вот я здесь по сей день я продолжаю неистово трудиться выгрызать свое место в этом творческом миру ибо я и мои золотые руки этого 100 процентов а даже 200 процентов даст желаю чтобы вы точно также думали о себе и ценили себя и свои золотые ручки спасибо девчоночки что посмотрели это видео она для меня очень важно и очень также если вдруг поделитесь со мной своей историей это тоже будет невероятно ценно потому что каждая история уникальна и по-своему интересно я вас целую пока пока